13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Я научно приветствую наших слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии Азизу Агаеву, директору аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, я напоминаю слушателям нашим, что на сайте эхакирова.ру есть возможность задавать вопросы нашему гостю через форму анонсов. Сейчас я туда захожу и как раз смотрю, есть вопросы или нет. Но если они наличествуют, мы их обязательно озвучим. Так, пока я их не вижу. Но я думаю... А, нет, есть вопрос. Я думаю, что мы немножко позже к этой теме перейдем, потому что тема касается отчасти и выборов президента РФ, и сегодняшнего утверждения, как я понимаю, нового премьер-министра, или не утверждения. Утверждение однозначно. Утверждение однозначно. Но и касается Никиты Белых, поэтому чуть-чуть попозже. Давайте все-таки со вчерашней церемонии инаугурации, собственно, выдвижением Дмитрия Медведева на пост премьер-министра и уже первых заявлений Дмитрия Медведева по поводу состава кабинета министров. Вы за новостями следили? Ну, я читаю, да. А видео смотрели? Видео не смотрел. Там говорят, предложение Дмитрия Медведева назначить Виталия Мутко ответственным за строительство и региональную политику вызвало смех даже среди депутатов Единой России. Вам как кажется, это такой тонкий троллинг или вот что это было вообще? Троллинг таково кем? Ну, не знаю. Троллинг российского народа? Нет, я думаю, может быть, представитель Единой России Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев, лидер этой партии, они всегда с аплодисментами стоя приветствуют его. Поэтому какой тут троллинг? Я думаю, что это троллинг российского народа. Со стороны Медведева Единой России. Вы думаете, кабинет будет работать хуже, чем сейчас? Так же, как сейчас? Лучше, чем сейчас? Я не знаю, как может хуже, чем сейчас быть работа по управлению страной этого кабинета. Поэтому, ну, может быть, будет хуже. Но я думаю, что будет так же хуже, как сейчас. Так же хуже, как сейчас? Да. Ничего не изменится? Я не вижу пока предпосылок, потому что остаются фактически те же люди, которые не умели управлять страной. Они будут дальше так же управлять этой страной. То есть превращая нас еще в более худший вариант сырьевого государства. А почему те же люди остались на своих местах, как вам кажется? Почему? Вот смотрите, незадолго до вчерашней церемонии инаугурации, ну, то есть где-то там за месяц примерно, многие СМИ, многие эксперты в СМИ, федеральных я имею в виду, высказывались о том, что Дмитрия Медведева с поста премьер-министра уберут. И назначат ему за месяц. Это чтобы вам и нам было не очень скучно жить. Так. Ну, с чего вы взяли-то? То есть что у Путина есть как бы другие варианты? Есть. Какие? Ну, кандидатуру, например, Кудрину называли. Какого Кудрин? Это что, новый вариант? Это заржавевший там и, значит, обросший мхом вариант, значит, который... Что вы такое? Не такой старый еще. Вы вспомните, что сделал Кудрин и как он сделал это. Он и начал, собственно говоря, изложил основы разрушения нормальной экономики страны. И он и очень много приложил пальцев для того, чтобы страна стала превращаться в сырьевой предаток других стран в мире. Поэтому, что мне сказать? Что, Кудрин лучше или Медведев? Ну, вы мне предлагаете выбрать между Сциллой и Харибдой. Ну, вот президент сделал, видимо, выбор. Видимо, Харибда ему больше понравилась, чем Сцилла. Вы знаете, есть уже разговоры о том, что, возможно, Глитрия и Медведева оставляют на посту премьера для того, чтобы было проведено несколько непопулярных, скажем так, решений. Ну, в частности, вот там анонсировалось возможное повышение пенсионного возраста, еще что-то. И на волне потом народных протестов, народного недовольства человека уберут. Ну, Кудрин об этом тоже давно говорил. Поставили бы Кудрин, он бы то же самое сделал. На фоне народных волнений уберут Медведева, типа, найдут козла отпущения, как в одном из известных фильмов про византийского императора. Ну, не знаю, будут ли народные волнения и что, и может ли остановить эти волнения потом. Волнение пенсионеров мы имеем в виду. Это один из толпов поддержки Путина. Я не думаю, что люди выйдут на улицы. Да, а кто его знает. Это заденет большое количество людей, которые еще не вышли на пенсию, которые все еще активны, но которые уже мечтают о пенсии. То есть, которые уже видят перед своими глазами, значит, ту черту, когда они смогут обратно у государства наконец-то начинать получать то, что они много лет назад доверили этому государству и что государство сберечь по факту не смогло. Так, то есть, на новом кабинете министров мы ставим такой крест или знак вопроса пока? Ну, я никаких знаков, вот я знака вопроса не ставлю, я не вижу. Для меня этот кабинет министров крест, потому что, ну, поиграли лидеров, как бы, России, лидеров вятки и так далее, и так далее. Ну, ну, хорошо. Не действуют принципы меритократии. Не действуют. Ну, значит, вариант выхода этой активной энергии будет в другом месте. И в каком он будет виде, я не знаю. Посмотрим. Азизович, мы сейчас до первого перерыва еще успеем, наверное, обсудить несколько пунктов, которые были упомянуты Владимиром Путином в его вчерашнем указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Это как раз к вопросу о том, да, куда мы будем развиваться. Ну, вот, в частности, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 30-му году до 80 лет, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, уровня пенсионного, обеспечение выше уровня инфляции, да, снижение в два раза уровня бедности в стране, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, которые осуществляют технологические инновации до 50% от общего числа, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сферы. Ну, там вхождение еще Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, но это, мне кажется, прям вот очень уж такой масштабный такой, да, проект с заявкой. Я не знаю, мы сейчас входим, входим ли в 20-ку мы крупнейших экономик? В 20-ку, по-моему, мы входим, мы, по-моему, если я не ошибаюсь, в 13-е или в 14-е, мы входим в 20-ку, быть за пределами 20-ки, ну, это вообще было бы... Стыдно? Ну, не стыдно, это была бы катастрофа, и можно сказать, что если мы будем за пределами 20-ки, то, наверное, нам даже ядерное оружие не поможет. Ну, не может быть сильно такая страна, которая находится по экономике, там, за пределами 20-ки. Ну, мы можем по пуфу там посмотреть. Да, да, ну, то есть в пятерку войдем мы в течение ближайших лет? Нет, не войдем. Почему? Ну, потому что нет условий для этого, и создать, там, в ближайшие 5 лет такие условия, чтобы мы вошли в пятерку, и учитывая, какие шаги уже делается по выбору менеджмента страны, по выбору тех, кто будет управлять этим процессом. А, между прочим, Дмитрий Анатольевич Медведев любит новые технологии, а мне кажется, что весь мир... Дмитрий Анатольевич любит новые технологические игрушки. Понятно. Это разные вещи, да? Это разные вещи. Новые технологии управления, это не просто поиграть в цифры, потому что нам можно втирать по телевидению, что, о, смотрите, вот новая игрушка цифровая, вот электронное правительство, там, и так далее. Но все эти электронные прибамбасы, они не меняют принцип управления страной. Любой управленец имеет возможность со мной согласиться, и, наверное, согласиться, что если ты не соблюдаешь принципы управления, и если ты управление страной превращаешь в управление интересами своими или своих друзей, с накоплениями, там, определенными, то никакого результата в итоге ты не получишь. Поэтому электронные прибамбасы, они могут ускорять только правильные процессы в правильную сторону. А если ты неправильно используешь управленческие технологии, управленческие процессы, то они ускоряют в минус. Твои недостатки увеличивают. Понимаете? Понимаю. Вот, и спросите любого управленца, он так и скажет. Да и у тех, кто занимается автоматизацией всех этих управленческих процессов, даже поговорка такая есть, она уже избитая. Они говорят, если что, если ты автоматизируешь бардак, то ты в итоге получаешь автоматизированный бардак. Ну, никак не правильный. А ничто иное с другим знаком, да? Да, абсолютно. То есть, с чего это? Ну, я вот сейчас внедрю цифровые технологии, у меня будет все хорошо. Ты сначала наладь правильное управление, сначала поставь правильные цели, определись с правильной стратегией, с методами правильными по достижению этих целей. А потом ускоряй, что нам дает электронные технологии. Они дают четкость, быстроту, обработку больших баз данных. Для чего? Для того, чтобы мы быстрее могли принимать решения, а не ждать, когда будет обработана вся информация. Ну, вот я, собственно говоря, поэтому, когда вы говорите, что, ну, любит Дмитрий Анатольевич, ну, пусть любит, он, по-моему, сразу любил, по-моему, еще там в этих, в чатах, еще первый, как это там называлось, письма писал, и у него был ник, какой-то там, медьет или как-то, какой-то такой. Ну, так и что, ну, хорошо, любовь осталась с юношеского возраста, видимо, к электронным устройствам. Да, но развитие экономики России это никак не скажется. Абсолютно нет. Для того, чтобы заниматься развитием экономики таких систем, как Россия, Россия это большая социально-экономическая система, а Кировская область тоже социально-экономическая система, но меньше, чем Россия в определенные разы, да. Нужно быть специалистом по развитию. К сожалению, Медведев таким специалистом. И та команда, которую он собирает, не являются. Хорошо, если мы немножечко развернемся, сделаем это уже после небольшой рекламы, точнее, небольшого перерыва, я сейчас вас попрошу подумать, пока этот перерыв идет, о том, а что мы могли бы сделать, чтобы войти в число пяти лучших экономик мира, самых сильных. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ» в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Остановились на указе президента России вчера инаугурированного Владимира Путина, в котором говорится в частности о том, что Российская Федерация должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Вот я Азиза Агаева спрашиваю, то есть прогнозы ваши неблагоприятные, а что надо было бы сделать? Цырьевая экономика, какой, ну, по факту является во многом российская экономика сейчас, вообще может входить в число крупнейших экономик? Не может, потому что, понимаете, вот в чем отличие, например, меня и целого слоя людей, которые являются предпринимателями, от чиновников, у которых власть сегодня рука. Ведь у нас даже депутаты сегодня чиновниками являются, они не стесняются это, так сказать, говорить, да, они получают огромные заработные платы из бюджета. Ну, не все депутаты, не все. Депутаты, Государственные думы, Федерального собрания. Это правда, да. Отличие, значит, заключается в том, что большое количество людей с принципами предпринимательскими, они ответственность берут на себя, и они понимают, что просто тупо продажей, так сказать, вот там, того, чего ты не произвел, значит, ты в итоге богатым не станешь. Это либо кончится, либо это есть еще где-то, кто-то еще найдет там, да, вот. Уронить там цену на нефть при большом желании политически, мы видели в истории, это было, можно это сделать там, да, если кто-то сильно захочет таким образом нанести там России урон. Мы должны, в принципе, сделать так, чтобы это вообще движение цены на нефть вообще на нас как бы не сильно сказывалось. Мы должны уйти от пополнения бюджета, который, по моему убеждению, до сих пор в районе 65% формируется за счет сырьевых ресурсов. Он называет даже большую сумму, потому что там ведь еще и около нефтяных и прочих всяких. Да, но я почему так говорю, потому что, ну, как бы не сильно хочется обижать ведь президента, который там в одном из своих выступлений сказал, что уже 50% значит бюджетных доходов формируется не за счет нефтегазовых там доходов. Но я думаю, что ему неправильную дали информацию для доклада. Ни эти цифры положили ему на стол. Поэтому я так и говорю. А что делает человек, который понимает, что ему надо развиваться? Он пытается выйти из этой зависимости. Он делает так, чтобы его судьба зависела от него. А наша судьба сегодня зависит от Бога и от тех, кто покупает наше сырье. И от наших отношений с теми, кто покупает наше сырье. Да, и от наших отношений с теми, кто покупает наше сырье. Ведь судьба наших олигархов тоже, видите, все как задрожали, как бы забегали, начали просить помощь и так далее, и так далее. Потому что они все сидели на том, что зависит от тех, кто на Западе решает, так сказать, их судьбу. Но это понятно, это еще раз для непонимающих, что богатством не купишь все и даже уважение не купишь. Сколько бы миллиардов у тебя не было, за границей тебе просто могут плюнуть в лицо и сказать, пошел-ка вон отсюда. Значит, я имею в виду олигархов, богатых олигархов. Мне кажется, все-таки там они так себя не ведут. Они там тоже любят считать деньги. Да, да, да. Они, может быть, плюют в другую сторону, а не в лицо. Но про себя думают, пошел-ка ты отсюда со своими миллиардами, или я сейчас заморожу твои миллиарды. Неважно, как они это делают. Я как образно рассказываю. Поэтому эти люди, вот эти олигархи, они тоже не являются предпринимателями. Они так или иначе каким-то образом хапнули свое время на какое-то количество национального богатства страны. И вот есть более ценный золотой резерв России, который еще раз, много раз говорил в этом эфире. Создают национальное богатство страны. Страна должна, и президент должен с ними советоваться. Не с олигархами, у которых миллиарды, а с ними советоваться, как развивать. И не с этими чиновниками. А у нас все время, между прочим, говорится о том, что... Не советуются. Вы посмотрите, с кем последний раз Путин сидел за квадратным столом. Ну, откройте, вот, встречи с крупным бизнесом и так далее. Откройте, как бы, и посмотрите список фамилий. Там нет, не было практически ни одного, ну, я не знаю, может, один там человек. Сейчас надо посмотреть, как бы. Кто сам создал с нуля и до сих пор создает национальное богатство страны своим трудом, своим предпринимательским трудом. Все остальные, это люди, которые, ну, это олигархи. Весь список олигархов, которые практически сидят на национальном богатстве страны. И надо ли за этот стол вообще приглашать людей, которые сидят на государственном имуществе, типа, там, Роснефть, там, Газпром, Транснефть и так далее, и так далее. Это большой вопрос. Это люди должны просто сидеть и слушать, что им скажут другие люди. Которые сами зарабатывают. Да. Поэтому, когда президент говорит, что ему надо повысить уровень жизни населения, хорошая цель. Давайте, скажем, оценим, поскольку мы хотим повысить. Хотя, честно говоря, президент... Ну, давайте так, снижение бедности, по-моему, в два раза там, да, было указано? Президент, вот... В два раза. Об этих вещах уже, если я не ошибаюсь, раз 11 говорил в своих выступлениях. Ну, хорошо, давайте возьмем два раза. Отлично. Почему уровень бедности... Давайте говорить о повышении уровня жизни. Доходов и жизни, да. Да, уровня доходов. Почему мы с отрицательными результатами боремся? Давайте мы будем в позитив, как бы, работать. Ведь два раза уровень бедности, большая часть этого два раза появилась буквально за последние три года. Ну, да. После того, как экономика наша в очередной раз дала течь, можно сказать. И после этого, значит, назначать там... Назначать, именно назначать, не избирать Государственные думы. Государственная дума, это чиновники, которые сделают то, что сказал президент. И после этого назначать Медведева снова премьер-министром. С моей стороны, это вот и есть троллинг населения страны. Что, ну, еще раз посмотрим, сколько вы, как бы, мой троллинг, как бы, Медведевым выдержите. Может, он просто очень много знает, и его нельзя... Дмитрий Анатольевич. Чего он знает? Если бы он что-то знал, он хоть что-то бы делал. Не очень много времени у нас остается. Я вас еще просила бы оценить все-таки вот социальные такие вещи, да, которые были упомянуты в указе. Продолжительность жизни до 78 лет и до 80 лет, вам как кажется? При том, что в Государственной думе сейчас лежит указ о возможном запрете поставки в Россию импортных медикаментов. Вот это вот, ну, как-то вот коррелируется или не очень? Ну, такими мерами это не коррелируется, и учитывая, что... Ну, вы понимаете, вот какие вещи происходят? Вот вы мне... Хотите конкретно, ну, хорошо конкретно там, да? Вот сейчас там у нас кто за фарминдустрию в свое время отвечала? Голикова. Потом она стала председателем счетной палаты. При Голиковой фактически, значит, было сделано все, чтобы фарминдустрия в России не развивалась. Потому что она зарабатывала на том, что, вот с моей точки зрения... Производила орбидол. Да, зарабатывала на том, что фарминдустрия в России не развивалась. Теперь Голикова возвращается снова в это правительство. И вы меня спрашиваете, и как мы за 5 лет достигнем? Да не достигнем. Поэтому, когда вы говорите, будет до 80 лет, ну, может, будет, не знаю. Сейчас-то у нас, как бы, до 80 лет в 30-м году, да, сейчас у нас сколько, 7 месяцев? Ну, по Кировской области 72, по-моему. 72 или 73. А, по России в целом, да. Где-то вот в этих же примерно цифрах. Но вопрос-то не в том, чтобы достичь там продолжительности. Я считаю, что нужно достичь активной, как бы, жизни вот в этом возрасте. А у нас получается, что люди после 65 лет, 70, они, как бы, типа, начинают доживать. Вот не хотелось бы, чтобы лучше... Даже термин есть, возраст дожития. Да, вот не хотелось бы, чтобы люди доживали. Это один момент. И второй момент. Хотелось бы, чтобы активные люди доживали. А чтобы они доживали, нужно сделать так, чтобы они были довольны жизнью. А довольны жизнью они будут тогда, когда они сами достигают в этой жизни что-то значимое. При таких условиях для бизнеса и при такой экономике люди не могут сами достигать. Они все время будут ждать, что им из бюджетного пирога кинул. В клюв положат. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. Это программа «Особое мнение». Уйдем немножко пораньше на рекламу и вернемся. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. Мы продолжаем «Особое мнение». Но вот сейчас перейдем к вопросу Николая на нашем сайте. Косвенно он связан как раз с выборами, вступлением в должность нашего нового старого президента. Николай спрашивает и просит вас оценить вероятность смягчения наказания Никиты Белых, бывшему губернатору Кировской области, в процентах. В следующих сценариях. В апелляционной инстанции 10 мая, это в четверг в ближайшие будет рассматриваться жалоба. В связи с амнистией, приуроченной к выборам президента. И в связи с помилованием президента. Давайте так, сначала в процентах вообще возможно снижение наказания, если да, то сколько процентов? Ну, очень немного. Я не знаю. Пять, десять, один. Вероятность очень, она стремится к нулю в этом смысле, что будет смягчение наказания, потому что, ну, я, конечно, не читал, какие аргументы там адвокат приводит, но из того, что я читал в прессе, я в основном имею возможность только в прессе следить, и от того, что обсуждали и говорят эксперты, вероятность не очень велика. Но если это все-таки случится, это будет апелляция, снижение 10-го числа, амнистия или помилование? Это только помилование будет, потому что никто другой сегодня не должен показывать, что он может вообще повлиять каким-то образом на судьбы таких людей. Только президент определяет. Это ведь плохо. Ну, это вы так думаете. А, на самом деле хорошо, да. Ну, спросите любого депутата Государственной Думы, любого единоросса, они скажут, что это хорошо. То есть на апелляцию ближайшую в четверг вы вообще смотрите, как на процесс, который не будет результата иметь? Будет, если и будет, то незначимый. Так, ну, надеюсь, что мы ответили на вопрос Николая. И еще одна тема, которая косвенно связана с выборами президента, это митинги, которые прошли накануне, 5 мая, во многих городах России, в том числе и в Кирове. Везде с разным результатом, более тысячи человек задержаны, разные цифры тоже называются, от 1300 до 1600, по разным совершенно поводам. И везде, конечно, полиция вела себя по-разному. То есть если в Москве и в Петербурге особенно мы видели видео с очень жесткими задержанными, да, есть такое слово, Вентилова, то в Кирове, например, все прошло очень мирно, судя по тому, что написали наши коллеги, портал 7 на 7. Ну, вот это просто трогательную какую-то улыбку вызывает, да. Когда полиция говорит, пожалуйста, граждане, разойдитесь, и когда граждане говорят, ну ладно, ладно, мы все расходимся, полиция, значит, так вот подтверждает, да, все, правонарушение, нарушение закона посечено. А когда митингующие расходятся и заканчивают свое шествие, они говорят, м-м-м, шествие, там, акция удалась, шалость удалась, как в Гарри Поттере. Вот почему такая разница, во-первых? Разница между Москвой и Кирове? Разница между Москвой и регионом, потому что ведь не во всех регионах было тихо, мирно и спокойно. В Челябинске, например, тоже большое количество задержанных. Ну, в Москве опаснее. Так. Если показать такую доброту, то в следующий раз может больше людей прийти. То есть пока, я думаю, что это определенная возможность держать людей в страхе, что, ну, вы же знаете, что и после Болотных, и там, после Майских, там, то людей прямо осуждали, да, в том числе с надуманными, так сказать, предлогами, что там... Ну, они, может быть, не были надуманными, но заброшенные в ОМОНовцы Лимон, сажать человека за шутками несколько лет, это... Да, ну, ударил кулаком по бронежилету, тем нанес травму, там. Да, и причинил моральные страдания. Да, и причинил, да, моральные страдания, там, где-то там поцарапали, там, палец... То есть вы считаете, что это такой способ регуляции количества участников митинга? Да, я считаю, что это способ регуляции, чтобы люди... Ну, есть же достаточно большое количество людей. Во-первых, сами мероприятия с этой точки зрения многим кажутся бесполезными, вот. А раз бесполезные мероприятия, а ещё есть, как бы, опасность, что ты можешь пострадать, то зачем туда ходить? То есть в итоге получается, что, да, люди не ходят. То есть туда ходят либо очень смелые люди, либо совсем бесшабашные. Либо те, у кого ещё страха нет, это подростки, например, да, несовершеннолетние. Да, и подростки, которые только начинают жизнь и не знают, чем это для них может аукнуться, например, там, да. Поэтому пока вот такая ситуация. То есть жёсткое задержание, это вот именно в крупных городах? Да, но... А почему в Кирове всё так прошло? Тихо, мирно? Тихо, мирно? Спокойно. Ну, я не знаю. Ну, наверное, не представляло в Кирове никакой опасности. Видимо, какие-то были измерения социологические, что... Наши протестанты мирные. Да, что наши вообще не опасны. И вообще большинство населения к этим протестам относятся. Ну, так, никак. Вот. Ну, мне очень непонятно, почему вот всё-таки там, по-моему, парк Степана Халтурина всё-таки объявлялся там в свободной зоной для проведения всяких акций. Ну, сквер возле памятника мы видим. Да, да, да. Но там молодая гвардия в этот момент ленточки раздавала. Да, и в этой ситуации я считаю, что это неправильно со стороны власти, потому что они должны были именно этих ребят убрать, которые с ленточками там. И поставить их куда-нибудь через перепрёсток. Да, ну, через дорожку сказать. Вот тут раздавайте как бы ленточки, потому что люди, это место для проведения... Дмитрий Александрович, мы же понимаем, что акции, которые проводят молодёжные и проправительственные организации, они часто используют как раз как предлог. Мне не очень такие вещи понятны. Мне тоже. Вот если, значит, молодёжные проправительственные организации, если они такие крутые, иногда хочется как бы сказать, что ну, давайте, так сказать, ну, как бы мундиры снимем и поговорим, так сказать, в других местах, так сказать, но без поддержки... Старших товарищей. Старших товарищей. И посмотрим, кто вы есть на самом деле. Я их несколько раз видел, этих товарищей, на всяких мероприятиях, поэтому, ну, в этих мероприятиях они не вызывали большого, как бы, большой симпатии. Протестная активность в России, вам как кажется, она за годами будет нарастать или будет снижаться? Учитывая то количество молодёжи, которая выходит всё-таки на митинги, это люди, которые через пять лет вырастут. Вот каждый, кто будет через пять лет вырастать, будет получать то или иное образование и будет иметь возможность реализоваться где-то в другом месте, скорее всего, он будет, не будет выходить на протестную акцию. Потому что могут быть проблемы на работе? Могут быть проблемы с жизнью, условно говоря. И потом тратить очень многие думают так, что тратить свою энергию и жизнь на то, чтобы там представать, когда можно уехать куда-то там и реализоваться в другом месте. Очень большое количество наших людей прекрасно реализовались в других странах. Либо прекрасно реализовались в России, при этом имея возможность никак не контактировать с органами власти. Внутренняя иммиграция, так называемая? Да, так называемая внутренняя иммиграция. То есть они находят способ. А вот как раз совершенствованием технологий такой возможности будет всё больше и больше. Вот. Поэтому и тут Медведев уже никак ни при чём. Поэтому не знаю. Да и учитывая, что большое количество, учитывая тем, что доходы бюджета формируются всё-таки с ревыми у нас ресурсами, и большое количество людей, и правительство увеличивает всё большее количество людей. Посмотрите, там, по-моему, за последние годы на 300 тысяч увеличилось количество людей, которые... Бюрократический аппарат, фактически, России. То есть там, по-моему, за 2 миллиона уже стало 2 миллиона 100 или сколько-то людей. Большое количество людей питаются через бюджет. А этот бюджет федеральный, он формируется в основном за счёт нефтеказовых. И, смотрите, вот бюрократы, значит, вот наши уважаемые пенсионеры, которые от государства получают, да, вот, они, например, те мизерные увеличения пенсии посчитали заслугой, например, президента. Вы по Левада-центр смотрели оценку, там, одно из, скажем, положительных характеристов, там, 24%, по-моему, оценили, что... Вот, он увеличил, там, пенсии, там, да. Вот, и, значит, силовики, там, военные, огромное количество людей. Ну, вот, кстати, бюджетников я бы не стала относить, может быть, всех к этому списку, потому что бюджетники-то, как раз, говорят, на местах потеряли немножко в деньгах. В последнее время особенно. По телевизору-то видите, что говорят? По телевизору говорят, что все хорошо. Вот, вот, поэтому, а есть такая русская поговорка, что, ну, назовешь человека свиньей, он долго будешь называть, он захрюкает. Вот, поэтому в этой ситуации, когда много раз скажут, что это вообще-то хорошо живешь, хорошо живешь, хорошо живешь. Люди поверят. Люди, ну, да, так или иначе, ведь до сих пор многие, когда начинаешь обсуждать какие-то проблемы, говорят, что лишь бы не было войны. Ну, это такая страшинка еще... А до сих пор, вот, поверьте. А дедушек с бабушкой недостаточно. Да, уже не только дедушки и бабушки, уже мамы и папы, и есть до средних лет, как бы, людей, которые вот таким образом... То есть снижение протестной активности будет? Вот если не случится ничего экстраординарного в стране? Не будет высокой протестной активности, но она останется на этом уровне. Хорошо, хорошо, у меня вопрос. Если мы так плохо живем, почему же мы не выходим на улицы? Только потому, что приняты в России законы, которые запрещают это делать? То есть мы в какой-то случае сейчас не призываем. Люди находят варианты поправить свое положение тем или иным способом. Ну, самый простой способ – это ограничиться, так сказать, пенсионеры, там, еще кто-то. Вот они так или иначе. Многие, а потом еще своих пенсий помогают своими детям. Ну, многие работают, будучи на пенсии. Многие еще работают и снова помогают своим, так сказать, детям. Мне иногда говорят, что, ну, если люди так плохо живут, почему вот у них там количество автомобилей увеличивается? Потому что все в кредит. Вот видите, вы уже ответили, так сказать, на этот вопрос. А кредиты надо обслуживать. А в ответ я могу сказать, что если люди так хорошо живут, почему увеличивается количество взятых микрокредитных на кабальных условиях организациях займов? Почему? Потому что там выдают без документов справки о зарплате и всего. Ну, и есть еще масса вопросов, которые касаются уровня жизни населения, которые можно обсуждать. Но люди, тем не менее, предпочитают не выходить, не жаловаться о каким-то образом самостоятельной решениях. Я не всегда понимаю, почему они, я не всегда понимаю, почему они не выходят и почему не протестуют. То есть мы себя, вот в России люди себя не уважают настолько, что не готовы протестовать? Это да. Вот это вот. Это да. То есть люди, у них немножко сформировано ошибочное представление о собственном достоинстве. Но объясню почему еще. Потому что ведь достоинство появляется только тогда, когда ты несешь персональную ответственность за свою жизнь. А когда тебя подкармливает власть, хотя твоими же деньгами, но власть распоряжается этими деньгами, то вроде как за твою жизнь ответственность несет правительство и в какой-то степени за твое поведение. Поэтому, ну, как правило, не сильно, как бы, собственно, достоинство такой человек оценивает. Ну, если я не несу ни за что ответственность, ну, какое, как бы, достоинство высокое, да? А, соответственно, есть многие вещи, которые в таком случае людей не задевают. Вот на самом деле... То есть большие зарплаты, коррупция, о которой рассказывают... Большие зарплаты, большие зарплаты приближенных. Навальный, там, коррупция, покупки огромные, прочие, 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 какие-то залазы. Безумные траты бюджетных средств куда не надо, там, да. Это не задевает. Это не задевает людей. Это не задевает. Потому что они говорят, ну, мне же тоже достается. Так. И новый, новый старый премьер-министр тоже не задевает. И вот эта вот рокировочка, которая была, тоже не задевает. И происходящее в политической жизни тоже не задевает. Пусть отец нации решает, как бы, кто будет, что будет. Он же повысил наше самоощущение. И пенсии. И пенсии. Все. В принципе-то ведь, ну, как бы, да. Потому что есть вещи, с которыми, несмотря ни на что, я, как бы, там, в этой же внешней политике, там, например, согласен. Да. Да. Есть вещи, которые мне не нравятся, там, когда в отношении России, там, какие-то применяются. Не то, что санкции, а... Шаги. Шаги. Недружественные. Да, недружественные, там, проявляется неуважение, там, и так далее, и так далее. Но эти вещи люди воспринимают. А дальше то, что происходит внутри, ведь для того, чтобы обратить на это внимание, нужно еще многие процессы понимать. По телевизору все объясняется. Объясняется так, как выгодно. Очень доступно. Да, выгодно правительству, власти, и очень доступно. Поэтому сложно людям оценить. Ну, вот о недружественных шагах, кстати говоря, ну, на этом мы, наверное, закончим, хотя хочется закончить и на позитиве. Нет, почему? Давайте не будем на этом. Подождите, подождите, я вот к чему веду. Я, насколько понимаю, завтра мы с вами будем наблюдать не очень хорошую картину, в том смысле, что Россия рассорила с большинством европейских государств, да, или в некотором смысле находятся в непонятных отношениях, и, скорее всего, на завтрашнем параде победы мы не увидим очень многих лидеров. Вот. А повод-то как раз вот такой, по которому ссориться-то не надо бы было, как мне кажется. Да. Это вот одна из тех вещей, которые, наверное, вызывают возмущение даже людей, которые не согласны с российской внешней политикой. Да, вот отношение такое. Потому что праздник, конечно, действительно настоящий. Вот. И у нас сейчас есть минутка на то, чтобы поздравить людей. Да, вот я это и хотел, чтобы мы именно на этом закончили, на поздравление. Я всех поздравляю ветеранов, прежде всего. Хотя вот у нас недавно как бы случилась потеря. Мы Раису Васильевну Кувалдину потеряли, которая у нас тут выступала вместе с нами, участвовала в наших передачах. Царство и Небесное уходят как бы ветераны. И прежде всего от оставшихся в живых. Я хочу, чтобы мы все помнили о людях этих, которые, не жалея своей жизни, боролись за свободу страны. И помнить, что мы тоже ответственны за то, что происходит с нашей страной. Вот. И, конечно, всех остальных, всех остальных людей просто. За то, что они родились в такой героической стране. За то, что они фактически могут и имеют возможность быть последователями, наследниками этих людей победы. Вот. С днём победы всех. Азиз Агаев, директор аудиторской конституционной компании «Бизнес Информ», был в нашей студии со своим особым мнением. Всех с праздником победы. Сюда. Прощаемся.